Виталий Иванченко спрашивает вас. Уважаемый Игорь Степанович, проясните, пожалуйста, как вам удалось изводить автотранспорту встать за два года, не указанной какой деятельностью вы занимались до этого, ведущим специалистом Центра микроэлектроники. И это в 90-е годы, когда микроэлектроника была на своем пике в СССР. А в АНУ в СССР человек с такими научно-техническими способностями мог бы претендовать на место в кадром резерве на должность лица президента АНУ. Спасибо. Ну, должен сказать, что я не то, что это, я с пятого курса университета, Львовского университета, я два года служил в армии, а потом не попал на возобновление, и только поэтому я 8 месяцев служил в автотранспортной колонии. И водил и КАМАЗ, и ЗИЛ, и остальное, а потом возобновил, и после этого по направлению, потому что все-таки экзаменами у меня были сданы идеально, все на отличие. И когда я попал в этот центр микроэлектроники, это не было создано, скажем, Львовским университетом, который я заканчивал. Это создавали, набирали всей Украины, но он посуществовал в один год. Естественно, что когда он закрылся, мне надо просто было искать работу, и вот тогда я пошел в общий бизнес. И вот так вот.